Томсо, как вернуть репутацию мусульман? Смотрю тебя дома и на работе, и когда люди тебя видят, или когда ты говоришь про Аллаха, или кто-то ушел с шахидом, люди спрашивают, что за террориста ты смотришь. Я не знаю, что у тебя в голове. Как это ты так ненавидишь путинскую власть и работаешь на нее, являешься ее руками, ее карательной рукой, которой они карают всех тех, кем они недовольны. Как это умещается в тебе? Объясни это, пожалуйста. Томсо, ты согласен, что оккупационная политика работает, последующие поколения после оккупации не видели войны, а спустя столетия люди и вовсе забывают, что они оккупированы или не знают историю. Нет, не согласен. Не согласен. Как раз-таки наша история показывает, что это не так. Ирландия показывает, что это не так. Шотландия показывает, что это не так. Так что нет, я не согласен. Все равно заглушить эту волю к свободе не получается. Ни у одной империи это не получалось и не получится. Ассаламу алейкум ассаламу алейкум ассаламу. Смотрел ли ты интервью Милашина и Ксении Собчак? Если да, то понравилось ли тебе интервью? Алейкум ассаламу. Нет, само интервью я не смотрел, но там есть такая вырезка, где она говорит про Чечню. Милашина говорит, как у нас поменяли народ, сломали. Она говорит, сломали. Значит, народ сломали и теперь он уже никогда не победит, потому что все. Там уже, значит, и палач, и жертвы живут на одной улице. В общем, эту вырезку мне скинули раз 50, наверное. Ее я видел. Само интервью, честно говоря, неинтересно мне было смотреть. Не в обиду, не потому, что там у меня какое-то отношение. Я уважительно отношусь к Милашиной, но интервью Ксении Собчак и Милашиной как-то, не знаю, неинтересно мне было это смотреть. Поэтому само интервью не смотрел. Вот этот отрывок видел. И Милашина, конечно, высказывает правильные вещи, но вывод, который она делает, что никогда не победят, это ее оценочное осуждение. Она имеет на это право. А я скажу, что, ну, посмотрим. Посмотрим, поживем, увидим. Скажем так, Милашина в данном случае дает такой более скептический прогноз, да? А я, наверное, больше оптимист. Я скажу, что несмотря на все это, несмотря на то, что говорит она правильно, правду, и даже я соглашусь с тем, что у нас очень серьезно сломали что-то внутри, безусловно, это тоже правда, но я не соглашусь с ней в том, что теперь мы уже никогда не победим. Вот с этим я не соглашусь. Я думаю, мы просто переходим на новый этап, на который переходили все народы. Все народы, которые сталкивались с оккупацией, с подобными вещами, они все переходили этот этап, и мы тоже сейчас на него переходим. Да, мы должны были прийти к тому, чтобы пролить сами, чтобы чеченцы проливали кровь чеченцев. Мы должны были к этому прийти, мы к этому пришли. Ну и дальше посмотрим. Смотрим, а шапа. Салям алейкум, я из Дагестана и работаю в полиции из Санкт-Петербурга. Как ты думаешь, это предательство своей родины? Путинскую власть ненавижу всей душой. Я не знаю, что у тебя в голове. Как это ты так ненавидишь путинскую власть и работаешь на нее, являешься ее руками, ее карательной рукой, которой они карают всех тех, кем они недовольны. Как это умещается в тебе? Объясни это, пожалуйста. Конечно, это предательство. Конечно, ты не можешь работать, будучи дагестанцем, ты не можешь работать в российской полиции, в российской армии. Ты не можешь этого делать, разумеется. Ты должен уйти оттуда. А если я тот, кто не выполняет преступных законов и ждет момента, когда можно будет перейти на правильную сторону? Ну, тогда твое дело у Аллаха, иншаллах. В зависимости от твоих намерений, я думаю, твоя участь будет у Аллаха. Но, зная, что ты не имеешь права там работать, после того, как для тебя это стало ясным, то дальше уже твои намерения, они абсолютно не играют никакой роли. После того, как тебе это стало ясно, что ты не можешь работать на полицию оккупанта, на его армию и так далее, ты после этого должен найти возможность и уволиться, уйти оттуда. Если ты этого не делаешь, то твое положение, ну, задумайся об этом сам. Топ-донатер, какой же ты лицемер, Тумсо, живешь в стране, погрязшей в разврате и грехе, среди геев и лесбиянок, которые могут официально в церкви оформить брак, а дагестанец-полицейский у тебя предатель и лицемер. Топ-донатер, ну, это какое-то просто голословное обвинение. Я ведь, живя в этой стране, ну, никак за это не выступаю и не являюсь стражем этих порядков, понимаешь? Если бы я был бы тем самым полицейским, который устанавливает эти законы, тогда бы ты мог бы мне подобное предъявить. А так, я подобен обычному человеку, живущему в России, который тоже недоволен всем, допустим, происходящим, плохим происходящим в этой стране, но ничего с этим поделать не может. Это понятно, что таким образом, голословно можно, конечно, все, что угодно там обвинять, но сравнивать подобные вещи, это неправильно. Полицейский – это человек, человек, который воплощает в жизнь все требования власти. Это вот эта вот карательная рука власти. Если эта власть, она плохая, то этот полицейский, он тоже плохой, потому что он и есть власть, он руки этой власти. А если эта власть хорошая, то и полицейский хороший, понимаете? Это так работает. Не может быть хороший полицейский у плохой власти. Так не бывает. Если власть плохая, то этот хороший полицейский, он выполняет плохую работу, вот эту вот плохую волю этой власти, он ее как раз-таки исполняет. По-моему, это как бы очевидные вещи. Ас-саляму алейкум, брат, пусть Аллах сделает тебя причиной объединения и сопротивления кавказских народов. Алейкум ас-саляму, арам-табракату. Амин, брат, баракаллаху фиг. Томсо, как вернуть репутацию мусульман? Смотрю тебя дома и на работе, и когда люди тебя видят, или когда ты говоришь про Аллаха, или кто-то ушел с шахидом, люди спрашивают, что за террориста ты смотришь? Ну вот мы, ну я в частности работаю над тем, чтобы этих стереотипов у людей не было. Конечно, не буду так думать, если это поколение, которое было взросшено на такой пропаганде, им по телевизору постоянно рассказывали про чеченский след, про исламский терроризм, про исламистов, про что-то еще, вот бородатых постоянно показывали. И это все, разумеется, на подсознании где-то откладывается у людей. Как раз я и пытаюсь эти стереотипы уничтожить. Тумсо, что будет, если ты поедешь в Грозный? Субтитры создавал DimaTorzok